В этом году на украшения Москвы к Новому году власти города заложили рекордно низкую сумму. Всего 133 миллиона рублей. Это примерно 2 миллиона долларов. Хотя два предыдущих года на это же тратили примерно в 4 раза больше. Но в этом году из-за эпидемии коронавируса в Москве отменили новогодние фестивали. И поэтому было принято решение использовать прошлогодние украшения. Например, вот такие вот цветовые конструкции, изображающие фужеры шампанским, власти города закупили в канун нового еще 2017 года. Каждая такая конструкция стоила тогда 2 миллиона и 200 тысяч рублей. По курсу тех лет примерно 37 тысяч долларов. Всего на Тверской установили несколько десятков таких конструкций. Привет из Киева. Традиционно на протяжении уже нескольких лет главная елка Украины устанавливается здесь, в центре Киева, на Софиевской площади. Хотя до этого ее устанавливали на Майдане незалежности. Если позапрошлом году это была цельная карпатская ель, а в прошлом году конструкцию собрали из нескольких сотен еловых деревьев, в этом году организаторы праздника решили сделать елку пластиковой. Зажгли главную елку страны по традиции также 19 декабря на День Святого Николая. Не обошлось в этом году и без скандала. Вместо традиционной рождественской звезды верхушку елки дизайнеры решили украсить шляпой, как у волшебников в сказках. Это не понравилось многим украинцам и в социальных сетях разгорелись бурные дискуссии. А вот Православная Церковь Украины вообще заявила, это признаки колдовства и на рождественской елке они недопустимы. Хотя дизайнеры объясняли, что идея заключалась в том, чтобы превратить Софиевскую площадь в сказочный лес. И тогда елка в шляпе полностью вписывалась в такую концепцию. В итоге после скандала шляпу все-таки заменили на звезду, и теперь елка выглядит как обычно. Белорусы провожают уходящий год на фоне протестов, которые начались в августе. И хотя в Минске, на первый взгляд, праздничная и новогодняя атмосфера, в тюрьмах по-прежнему находятся сотни участников мирных акций протестов. Своеобразно в этом году к украшению Минска подошли городские власти. Главную елку страны на Октябрьской площади украсили красно-зеленой подсветкой, то есть цветами государственного флага. На фоне протестов, которые проходили под белокрасно-белым, неугодным для властей флага, к такой официальной символике на елке, Беларусь отнеслись, мягко говоря, по-разному. Вот что нам сказали Минчане по этому поводу. Ну, насколько я знаю, она хотя бы там раз в 40 минут загорается все-таки. Вообще, если честно, я ее не видела. Вот. Но, как бы, с логикой в этом году все плохо. Поэтому, как бы, петиции бесполезные. Ну, мы сами украшаем свои районы, по крайней мере. Вот. В Сухарево было красиво. Доезжайте в Сухарево. Понятно, что политизируют такое мероприятие, но, по-моему, в прошлых годах такого не наблюдалось. В этом году из-за пандемии в Риге отменены все праздничные мероприятия. Кафе и рестораны не работают. Еду можно брать только на вынос. Не работают также традиционные рождественские базарчики. Идея в том, чтобы люди не собирались вместе. Праздники нужно проводить дома. Запрещено ходить в гости и устраивать вечеринки. И чтобы хоть как-то разбавить эту мрачную атмосферу, в этом году особое внимание уделили именно праздничной иллюминации. Это не только традиционные елочки, которые сегодня можно увидеть и в центре города, и также в других районах. Впервые в Риге украсили не только центр города, но и спальные районы. Опять-таки, идея в том, чтобы люди не собирались, не толпились в одном месте, а проводили праздники там, где они живут. В этом году Рига на праздничные украшения потратила 475 тысяч евро. Почти полмиллиона. Это на 175 тысяч евро больше, чем в прошлом году. В этом году мы сделали 6 дополнительных световых инсталляций за пределами центра города. Такого раньше не было. А получилось это в счет салюта, которого не будет. Уже второй год подряд Велиси украшает итальянская елка за 350 тысяч долларов. В пересчете на национальную валюту это примерно 1 миллион 140 тысяч лари. Для сравнения, средняя зарплата в стране в 2020 году, по данным Грустата, составила 1150 лари. То есть примерно 350 долларов США. Главная елка традиционно была зажжена в середине декабря. Правда, за торжественной церемонией люди могли наблюдать лишь по телевизору. Из-за сложной эпидемиологической ситуации все праздничные мероприятия, включая концерты, проходят без зрителей. Также по всей стране отменены все рождественские ярмарки. Продолжение следует...